Тоже мечтать. Вот я приду с работы, а меня жена ждет. Красивая такая, глазами манит. Я с ней поздороваюсь и сразу подойду к столу. А там все уже накрыто, и мои любимые деликатесы. И две баночки пива. Она с трепетом будет смотреть, как я ем. Смотри, тебе что-то не хватает, а то я вот тут в магазин слетаю. Нет, лучше, чтобы она все поставила мне сразу на стол. И чтобы перерыва не было между первым, вторым и третьим. А после этого оставила в покое, пока газету не дочитаю. А потом мы усядемся смотреть футбольный матч. Будем глушать семечки и кричать вместе «Гол!». А потом серьезно и обстоятельно обсудим политическое положение в стране. И так просто. А позже я ей покажу мою классную новую компьютерную игру. И мы сядем поиграть до двух ночи. Да. И он мечтал. И вот эти два профессиональных фантазера встретились под хупой. Какое будет царить там взаимопонимание и гармония в семействе Рабиновича? Кстати, забыл вам представить фамилию Гриши Рабиновича. А то все слушаете по имени Григорий и начали нервничать. Думают, что о них речь идет. А я имя жены их не перепутал. А если найдется Григорий по фамилии Рабинович, то я готов выплатить ему компенсацию за ущерб. Кассету, запись эту. Бесплатно. Ну, при условии, что его жена клава. Мы вернемся к полной гармонии, царившей под хупой между Григорием и Клавцией. Иллюзии создают ощущение, что все их мечтания непрерывно осуществятся. И счастье обрушится на них сразу же после свадьбы. А, если они еще живут жизнью Тары, то дополнительная иллюзия может подстерегать их. Они прочтут обрывочные цитаты из Тары о семейном счастье. А, и одна душа. Значит, сразу душа в душу. И может показаться, что все духовные устремления осуществятся сразу. Они построят дом милосердия, духовности и святости, взаимопонимания. Хвалебные речи на свадьбу и на шевоброход после свадьбы. Когда человеческие качества и характер невесты сравнились с выдающимися женщинами в еврейской истории, а его образ обрисовали как одного из немногих в поколении, способных достичь вершины духовности, как раби Акива. Эти речи окончательно завершили иллюзию о быстром и безоговорочном счастье. И вот свадьба отгремела. И начался процесс горького, медленного прозрения. Ой, дорогие будущие жены и будущие мужья, ой, как послушайте, что может с вами произойти, не дай Бог, чтобы это произошло. После свадьбы начинается процесс горького прозрения, медленного прозрения. Интимная связь утратила свою буйную притягательность. Уже не надо стараться понравиться. Она уже не наряжается для него. И муж видит с утра ее помятое лицо. Встречать его не встречает. Футболом не интересуется. Шуток его не понимает. Варить не то, что яичницу. Разве что подогреть чайник хорошо у ней получается и все. Одним словом у разбитого корыта. А она сидит убитая. Что будет? Она видит всю его мужскую доблесть сблизка. На гитаре играть не умеет. Анекдоты одни глупые и пошлые. Только сам смеется. На руках не носит. Один раз пытался, упала вместе с ним. Поделиться не с кем. Одна за другой иллюзии рассеиваются. И тогда. Оба начинают себя чувствовать одинокими. Подавленными. Они вроде вместе. Но это два чужих человека. Появляются мысли. Как хорошо было одним-то свадьбой. И постепенно-постепенно появляется крамольная мысль. Может вся эта затея, знаете, свадьба. Все было изначально ошибкой. Влип. И чувство разочарования и горчения. Она может отравить их. Переполнить их душу. И это породит внутреннее раздражение. Которое каплей за каплей начнет увеличиваться от дня в день. Пока в один прекрасный день. Вся эта взрывная смесь от одной искры. В полной тишине в доме взорвется вулканом. Негодование. Гнева. Придет скандал. Большой-большой скандал. Ой, а ведь могло бы быть все по-другому. А ведь можно было до этого не доходить. Надо только заранее быть осведомлены. От той огромной опасности иллюзий, которая нас подстерегает. Разбитые иллюзии могут в худшем случае сразу привести к скандалу. А еще того хуже. А в лучшем случае к желанию исправить положение. Подогнать, подправить супруга под свою мечту. Ну а параллельно с этим, вы помните, мы об этом говорили. Так как человек видит себя как эталон в своих мыслях, в своих привычках, в своих желаниях. Как должно быть. Что есть. Что само собой разумеющееся. То любое отклонение от этого эталона сразу вызывает у него желание исправить. Подогнать под себя. Ведь он же в центре координат. И любое отклонение от них вызывает желание тут же это исправить. Так мы подошли к очень существенному событию в жизни семьи. Называется критика. Критика. Отдельная тема. Скажите, есть семья, где нет критики? Только мы никогда не употребляем этот термин критика. Никогда не слышали, что муж сказал жене, Елизавета, иди сюда, я тебя прокритикую. Нет. Мы делаем замечания, исправления. Поправляем, подсказываем. Показываем правильный путь. Когда мы говорим о критике, мы предполагаем, что есть две стороны в этом. Тот, кто критикует, и тот, кого критикует. Критиковать мы очень любим, но мы совсем-совсем не любим, когда критикуют нас. Надо знать о том, что неумение критиковать, то есть критика неправильная, несправедливая, может разрушить семью. А с другой стороны, неумение воспринять критику, так же может ее разрушить. Поэтому давайте коротко в этом покопаемся. Есть два вида критики. Есть критика неправильная, она разрушительная, необдуманная. А есть критика правильная, созидательная, она продуманная, запланированная. Давайте начнем мы с того, как не надо делать, как нельзя критиковать, неправильные критики. Мы критикуем. Вы заметили, что это у нас получается легко и без промедления? Тут же. Мы живем в веку критичным. Средства массовой информации переполнены резкой критики по поводу всего. Все этим пропитано. Мы даже готовы платить за это. Это в дополнение к тому, что наш взгляд на окружающее, как правило, он критичный. Хорошего не замечаем, в основном плохое. Когда сосед то сказал, повел себя хорошо, не замечаем, а когда что-то не то сказал, ты смотри какой он, а, наконец-то я его раскусила. К этому добавим, что нам, выходцам из бывшего из страны Советов, особенно старшему поколению, очень свойственна критичность. В качестве симптома, пример, по приезду многие пытаются обучать местных аборигенов культуре. Вы заметили? Вот в автобус идут, начинают тут же делать замечания, как вы сидите. Это конфирующая сила нашего общества. О-о-о-о! Ну, конечно же, мы им скажем, они тут же поймут свою ошибку и тут же исправятся. И так же у нас в семье. В принципе, все хотели бы любви, но все больше готовы к бою, чем к любви. И в этом бою критика основное оружие. На русском языке глаголу критиковать есть народный эквивалент, так чтобы было понятнее. Пилить. И надо заметить, что все пилят по-разному, с разным успехом разваливать свою семью. Как правило, преуспевают в этом правые жены. Они иногда просто не могут утверждаться мужа, когда он уже придет. И даже если разговор начинается с альпийских роз, и с погодой на Дальнем Востоке, обязательно закончится. Ты виноват! Ты снова не выбросил мусор. Ты не заплатил. Ты ничего не думаешь. Леопольд! В скобках замечу. Запилите, убежит. Ему не захочется домой вернуться. И вы уже знаете, что ему есть куда уйти. К маме. Случай был. Один мой знакомый убежал. Надоело. Ему было уже за 50. Мама еще жива была. Принял, очень рада была. Ой, критикуем. А муж жену не критикуют. Как ты нарезала. Нерях. У тебя две левых руки. У тебя два левых полушария. Сигур, ты нарезал. Продолжение следует...